Добрый день, дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия. Новости Австралии за 2 ноября 2021 года и новости интересные. Новости показывают, что борьба в Австралии обостряется. Борьба вокруг того самого предмета, о котором мы все так говорим, ради чего вы находитесь на этом канале. Да, вы находитесь на этом канале для того, чтобы эмигрировать в Австралию, для того, чтобы учиться в Австралию, потому что вы мои друзья. Но на данный момент одна единственная проблема объединяет очень многих людей, людей разных политических взглядов, равных взглядов, если хотите на жизнь. Но само желание жизни объединяет людей. Итак, во главе угла сейчас мы поставим штат Квинсленд. По многим причинам, но главное, думаю, причина в том, что наряду с Западной Австралией, с северными территориями, которые достаточно незначительные, этот штат отстает в иглоукалывании. Почему отстает? Да очень просто, потому что люди просто не хотят этого делать. И ряды даже либеральной партии начинают рваться. Сенатор Ренник заявил, что он не будет голосовать по обязательному иглоукалыванию населения вместе с либеральной партией. Что он категорически против. И газеты уже обвиняют того, что он популист, что он продался каким-то там антиваксерам. Это все неправда. И то, что он пользуется огромной поддержкой, говорит о том, что те небольшие, может быть, остатки нашего населения, которые еще сопротивляются иглоукалыванию, они пополняются, их ряды, ряды, скажем так, людей, которые недовольны всем этим положением, теми, кого уже прокололи. И правильно делают эти люди, потому что то, что будет третье, будет четвертое, будет пятая попытка вас уколоть, вас заколят до безумия. Потому что нам вначале обещали, ну, знаете, для тех, кто не болел, одна прививка. Стало две, стало три. Даже для тех, кто болел. Даже для тех, кто болел, два раза. Это что такое? Это ложь, ложь и ложь. И политики Австралии, в том числе и нашего штата Новый Южный Уэльс, ну и, кстати, и Квинсленда, тоже врут. Врут и еще раз врут. Но об этом немножко позже. Но здесь сенатор Ренник сказал, что он будет с людьми, что он против того, чтобы людей доставляли колоться, что у каждого должна быть свобода выбора. Хочешь колоться, колись. Но если ты не хочешь, ты не должен быть изгоем. И в этом его поддержала самый последовательный, самый честный, неоднозначный, порой со странными, может быть, взглядами, но абсолютно порядочный политик федерального уровня, хотя она из Квинсленда. Это Полин Хэнсон, лидер, настоящий лидер партии. Кстати, партия так и называется. One Nation Полин Хэнсон. И она сказала, что она не кололась и не будет. И она выступает против того, чтобы это было как бы обязательным, чтобы заставляли людей, заставляли работников каких-то профессий, медиков, полицейских. И это правильно, потому что это Холокост, это геноцид, это просто плевок в душу людям, которые верили и все еще верят в демократию. Скоро они такую веру могут и, в общем-то, потерять, потому что политики лагут. Если бы они однозначно сказали что-то, что определяет будущее страны в плане его укалывания, вот делаем то-то и будет то-то. Они это говорят. А потом они говорят другое. И вся их цель это насильственная уколизация населения. И я не могу проверить данные, но уже по некоторой информации, те люди, которые отказываются укалываться, у них замораживают банковские счета, а это уже, я не знаю, какая степень фашизма. Но это Дэни Лендрюс и его Виктория. Это мы обсудим, наверное, позже. А сейчас объявили, в Винсенде опять-таки, объявили, что никого-то и медики не потеряют ни цента. Нет, нет, но они потеряют работу. Почему? Потому что им дадут возможность подумать недельку, две. И в течение этой недели-двух они будут даже получать свою зарплату, сидеть и думать, стоит ли уколоться. Если уколятся первый раз, то, наверное, им оплатят еще 3-4 недели до следующего укола и вперед. Ну, там будет еще бустер, и, короче говоря, это будет бесконечно. Но медики уже кое-что понимают. Все? Нет, конечно. Меньшинство, подавляющее меньшинство. Я разговаривал многими медиками, они говорят, Саша, это отличные деньги. Но терять такую работу, а что мы будем делать дальше? Ну, это вопрос вообще ко всему обществу. А что мы будем делать дальше? Если нам вообще выдадут веревку с мылом, мы что, повесимся? И, кстати, интересный вопрос. Какова вообще степень доверия правительству? Так что наши медработники с Квинсленда, поставленные перед выбором, да, им дают возможность отойти. Почему? Почему им платят? Да потому что привозить медиков из других стран, это выйдет дороже. Хотя я знаю, что многие медики, допустим, из России стали бы штрейбрехерами, укололись бы и приехали сюда. Гарантированно. Ну, Россию не возьмут. А вот с Ирландии, Новой Зеландии, Великобритании возьмут. Приедут, смотрят, какие условия для них создать. Ну, идем дальше. А дальше, дальше Новый Южный Уэльс. И Новый Южный Уэльс, как на голубом глазу, наш такой весь католический, многодетный отец Доминик Пиротет, лидер нации, ну, хотя бы штата, но, может быть, и нации в будущем, заявил, вы знаете, мы отложим свободу. Вот мы ее отложим до 15 декабря, не 1, а 15. Или когда будет достигнуто 95% двойной локализации населения. Сейчас у нас уже по первому уколу близко к этому. Уже 93-94, что-то типа этого. Ну, вот, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Я вам гарантирую. Я вам обещал, что этот человек, единожды солгавшийся, лжет и еще. Давайте дождемся 15 декабря. Ну, поверьте мне, еще до 15 декабря все будет пересмотрено, все уйдет за Крисмас. Потом начнется болезнь, потому что вернулись соотечественники. Откуда эти будут браться статистики, я не знаю, но они будут браться, поверьте мне. Но, как я уже сказал, лжец, он всегда лжец. Единожды солгавший, кто тебе поверит. Тимменик, ты вообще знаешь такую истину? Я понимаю, что не от тебя это все зависит. Но просто мотай себе на ум. Если на ус. Если это вижу я, то вот это вот население родное тебе, родившееся здесь, ойзи до мозга костей, они тоже не слепые. Они это тоже видят. Хотя это скотство распространяется не только на одного лидера, нового южного Уэльса. И последнее, опять Квинсленд. Наше государство решило заработать. И движения это толком нет, ну, гораздо меньше, чем раньше. Сами понимаете, мотористы, водители не могут много ездить, потому что то те ограничения, то эти ограничения. Но в Квинсленде сейчас начали штрафовать немилосердно за то, что ты каким-то образом ведешь интеракшн с телефоном. Даже если у тебя телефон поставлен как навигатор, могут быть большие проблемы. В судах ни хрена мы не докажем. Поэтому надо быть крайне осторожными. Ну, хорошее решение вообще не водить автомобиль. Вообще хорошее решение покончить с собой. Ну, я к этому не призываю. Как и не призываю покончить с теми, кто это делает с нами. Но введены новые камеры. Они будут водиться по всей Австралии. Это пилотный проект для Квинсленда. У нас везде есть камеры, но в этом штате начали усиленно штрафовать. В штате Новый Южный Уэльс пока нет. Ну, буквально пройдут несколько там дней, недель. И то же самое начнется по всей стране. Это пользование мобильным телефоном и не пользование ремнями. Вот ремни безопасности я все-таки, как человек, в свое время переживший лобовое столкновение, скажу, и ремни, и подушки безопасности дело хорошее. Особенно ремни. Я знаю, это вызывает некоторые вопросы. Но поверьте мне, когда вы едете на скорости хотя бы 80, и к вам навстречу в гости идут тоже 80 в лоб, если у вас нет ремня, пиши пропало. Поэтому я, конечно, все понимаю, но это не для нашей безопасности. Это все делается для того, чтобы в бюджет денежка шла. И чтобы отвлечь нас от того, что происходило, и что происходит, и что будет происходить, еще более жестко, о чем я сказал в первых четырех новостях. Я, конечно, приношу извинения за то, что я не даю вам каких-то хороших новостей. Ну, ребята, и есть хорошие новости. Сходил я на рыбалку, наловил я рыбы, двух карпов, двух угрей. Карпы сладкие, как мед. Ну, поверьте мне, классно. Никаких тебе масок, никаких тебе мандатов и так далее. Отлично отловился. Жаль, что было червей. И достаточно много, так бы обловился еще больше. Но, с другой стороны, зачем я поймал там 3 или 4 килограмма рыбы. Вот, больше и не надо. Но, да, в моей личной жизни все нормально. Люди подаются на визы. Люди получают визы. И можно жить в своем маленьком мерке. Я уже подстраховался так, что те драконовские меры, которые будет проводить государство, замораживать счета, а, собственно говоря, что у меня замораживать на счетах. Вот. У меня все в недвижимости и не обязательно в одной отдельно взятой Австралии. У меня есть друзья, которые всегда подставят руку, а не ногу. У меня есть единомышленники. Я очень хорошо и надежно себя чувствую. Но это не значит, что мне надо говорить, ребята, все нормально, колитесь и все будет отлично. Ребята, приезжайте без забот на что угодно. Нет, ребята. Жизнь становится жесткой. Я не говорю о том, что не надо сюда ехать. Надо сюда ехать. Но надо сюда ехать, чтобы ты в действительности был нужен обществу. В противном случае, если ты какой-то там вот такой не очень нужный, даже если ты сюда попадешь, тебя здесь ждет не самая завидная судьба. Поэтому для таких людей я бы рекомендовал оставаться дома, быстро получать нужную профессию, нужный уровень английского, въезжать уже сюда как нужный человек. Каждый раз мы будем с вами обсуждать каждый ваш отдельный случай. Но! И если мы говорим о новостях, то это все на сегодня. Слава богу, всего лишь 5 новостей. Хотя все 5, конечно, невеселые. С другой стороны, дорогие друзья, вы смотрите, австралийские политики, в том числе и отправящие партии, уже говорят enough in enough. Спасибо.